Фашисты Фашисты Я помню, врезалось первое впечатление, понимаете, да, стоит жандарм с одной стороны, с такой вот бляхой, да, и у каски, и автомат, и всегда тянет меня в одну сторону, а мать с сестрой уцепились меня в другую, на разрыв. Это значит, все острые моменты запоминаются, даже это, да, так вот, оказывается, повезли нас, когда прибыли, восьменцами оказались, восьменцами, это уже 44-й год, январь, да, восьменцами, как уже рассказывала сестра, Мать уже умерла, две недели были, перебирали там, мешки паковали все, там же обувь отдельно, если кто-нибудь был, видели горы, понимаете, обуви, горы волос, понимаете. Две недели пробыли восьменцами и повезли нас дальше. Оказалось, привезли вот это в Дортмунд, видите, вот здесь сфотографировали, номера присвоили, понимаете, да, вот и в лагерь. Лагерь оказался филиалом Бухенвальда. Бухенвальда. Совет Республики шествует над мемориальным комплексом Мессуковщина и ежегодно члены Совета Республики, работники секретариата, возлагают цветы. Память о жертвах, которые покоятся здесь, в этой земле, это более 80 тысяч человек, советских военнопленных, гражданских, нашли свой здесь последний покой. Сегодняшний день – это символ, символ несломленности, силы духа. Это одно мест массового уничтожения. Это символическое место уничтожения, во-первых. С учетом, кого здесь убивали, кого сюда привозили, мы показываем, что это абсолютное зло, которое в этом плане имеет универсальный характер. Зло, которое, замешанное на расовой ненависти, сегрегации людей, приводило к уничтожению людей различных культур, различных традиций, лишь только за то, что они были еврейского происхождения. Причем, когда мы говорим о геноциде, допустим, в отношении Беларуси, мы должны помнить, что наша страна потерпела больше всех, и что колоссальное количество, в том числе и этнических белорусов, было уничтожено в концлагерях, в том числе и Вавшвиц, и Беркинау, что наши предки все в этих скорбных местах разделяли общее горе, общее несчастье. Я уже говорил, что перспектив не было ни у кого. Евреи должны были быть уничтожены первыми. Мы шли в этой скорбной очереди далеко не последними людьми, но и страны бы не было, нас бы не было. И что крайне удивительно, я рада, как автор фильма, что мы смогли это показать, это каким-то образом продемонстрировать, очная ставка палачей между собой. Она была записана на магнитофон. 1973 год. Вот очная ставка прошла, следователи Бабину запечатали сургучной печатью. И все это время она была под сургучной печатью. Нам было позволено вскрыть, отцифровать эту пленку. И впервые за все время наши зрители услышали, как происходила трагедия. Трагедия по минутам из уст карателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова